В Твери, как мы уже сообщали, идет активная кампания по ремонту дорог. За последние годы главные центральные улицы областной столицы привели в порядок. Однако, если отъехать подальше от центра, то можно заметить, что состояние дорог оставляет желать лучшего. Например, без колес боятся остаться жители Московского района. Участок проспекта Победы, что ведет в Чайку, не ремонтировали после зимы. На проезжей части яма на яме, а тем временем на календаре уже почти середина лета. Почему дорожники забыли про этот участок дороги, разбиралась наша съемочная группа. Путь от площади Терешковой, домик района Чайка, смело можно назвать тернистым. За несколько километров можно ни раз и ни два угодить в ловушку, причем прямо на автомобильной дороге. Сергей ездит в Чайку ежедневно и проезжая этот участок, каждый раз боится остаться без колес. В основном, конечно, центральные дороги, слава богу, уже стали хорошие, это радует. Но есть дороги, например, здесь тоже, ведь элементарно можно выбить колесо, а сейчас очень все дорого чинить. Но и судиться просто, я не думаю, что каждый автомобилист решает судиться. И проще, наверное, выругаться и самому заплатить за ремонт. Вот здесь, напротив, дома номер 58. Сразу несколько глубоких выбоин. Водителям приходится смотреть в оба, чтобы не угодить в яму. Еще одна ловушка подстерегает автомобилистов буквально в нескольких метрах от предыдущей. Находится она также на проспекте Победы, только уже напротив 62-го дома. И чтобы объехать эту яму, придется серьезно постараться. Ведь это сделать можно только в двух случаях. Либо нарушить правила дорожного движения, либо создав аварийную ситуацию на дороге. Объехать яму, двигаясь по левой полосе движения, невозможно, поскольку придется нарушить правила дорожного движения и пересечь двойную сплошную, чего делать категорически нельзя. Либо резко маневрировать направо. А это, в свою очередь, чревато столкновением с другой машиной. Пропустить выбоину между колес тоже не всегда получается. Движение на этом участке дороги достаточно интенсивное. Вот и приходится, как говорится, из трех зол выбирать меньшее. Такая же ситуация и в обратном направлении движения по проспекту. Перед остановкой общественного транспорта целая группа выбои. Водители даже не рискуют занимать правую полосу для движения. Едут только по левой стороне дороги. Но не местные водители попадают в ловушку. Мы отправили запрос в администрацию Твери, чтобы узнать, когда этот участок дороги приведут в порядок. И там ответили, что ямочный ремонт сделают в ближайшее время. И даже назвали дату. Завершить все работы по латанию ям планируется до 20 июля. Будем надеяться, что вторую половину лет отверичане смогут ездить по ровной дороге без ям и не убивать свои машины.